Здравствуйте! Это суть дела. Стать охранником в России стоит 10 тысяч рублей. Нужно отучиться 70 часов в школе охранников, сдать экзамен в присутствии сотрудников МВД, получить диплом и карточку квалификационной переаттестации, сдать отпечатки пальцев, подождать два месяца и получить удостоверение. Стать вооруженным охранником на 5-7 тысяч дороже. По закону сотрудник частного охранного предприятия ЧОП-ПОБЕЦ должен знать наизусть закон об охране Уголовной и Административной кодекса. Лучше всего платят в личной охране и на сопровождение ценных грузов. Приятнее и спокойнее работать в офисных центрах. Это элитные места. Хуже всего на автостоянках и магазинах вроде Ашана. В России 26 тысяч ЧОПов. И в них трудятся почти 700 тысяч зарегистрированных охранников. 680 729 человек. Такое число записано в базе данных Лицензионно-разрешительным управлением МВД. Правда, в ней нет администраторов, консержей, менеджеров зала, теневых охранников, которые заняты тем же, что и обычные ЧОПовцы. Их, по оценкам Комитета по безопасности Госдумы, еще около 200 тысяч. По оценкам профсоюза ЧОПов, всего в сфере негосударственной безопасности работает более трех миллионов человек. Сами охранники, менеджеры, советники, бухгалтеры и прочие. Кроме того, Министерство внутренних дел само предоставляет более 30 видов платных охранных услуг. От присмотра за квартирой до перевозки ценных грузов. Этим занимаются и Управление вневедомственной охраны МВД, где работает 120 тысяч человек. И подчиненное МВД – Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана». Это коммерческое предприятие, в 78 филиалах которого работает более 42 тысяч человек. Согласно закону об исполнении бюджета за 2012 год, в том году на обеспечение деятельности и неведомственной охраны было израсходовано 89 миллиардов рублей. Поступление в бюджет за услуги, предоставляемые охраной, составили 48,4 миллиарда. За деньги полиция охраняет более 1,2 миллиона квартир, 190 тысяч складов, хранилищ и почти 415 тысяч других объектов. Обязательной госохране из них подлежат только 17 тысяч. Полицейские также наняты государством на 43 тысячи объектов особой важности, в 66 международных аэропортах и на 22 объекта их инфраструктуры. Помимо ЧОПов и вневедомственной охраны, в России допускается существование еще и ведомственной охраны при 15 федеральных органах исполнительной власти, включая Минобороны, МЧС, Минфин, Минтранс, Минсельхоз, Минэнерго, РЖД и Росрезерв, а также в государственных корпорациях. Кроме охраны своих объектов, эти службы безопасности могут предоставлять услуги по договору и сторонним заказчикам. 350 тысяч их вооруженных сотрудников бдят на 26 тысячах объектов в России, только 10 тысяч из которых принадлежат государству. Остальные так или иначе связаны с ведомствами. Получается, что в России свыше полутора миллиона охранников, из них треть наняты государством. Они охраняют банки, парки, магазины, рынки, школы, детские сады, больницы, автостоянки, метро, ночные клубы. В крупных городах сложно найти место, где не прогуливается мужчина в форме с надписью «Охрана». Горожане их презирают. Они горожан недолюбливают. Снимать ссору с охранником на мобильный телефон или доказывать отсутствие у него права осмотреть сумку, стало чем-то вроде городского развлечения. При этом точных данных о том, сколько городской бюджет тратит на услуги охранников, нет. Приблизительная оценка Комитета по безопасности Госдумы звучит как миллиарды рублей. В Москве общего бюджета на охрану в городе нет. Каждый департамент тратит столько, сколько сочтет нужным. Средства на частную охрану театров, парков, школ, больниц и так далее выделяются отдельно из бюджетов департаментов правительства Москвы. Государство стало крупным поставщиком охранных услуг и одновременно их потребителем. А профессия охранника из престижной, как в далекие 90-е, давно превратилась в народную. Закон об охранной и детективной деятельности появился в России в 1992 году. С появлением частной собственности в стране понадобилась силовая охрана. В основном все делалось для того, чтобы легализовать круглосуточное ношение оружия. Даже многие бизнесмены в начале 90-х значились охранниками. Были востребованы сотрудники МВД, ФСБ, военные, потому что охрана тогда занималась непосредственно силовыми операциями. Силовики сами охотно шли в охрану, потому что из реформируемых ведомств их увольняли. За последние 10 лет количество вооруженных охранников снизилось вдвое. В 90-е годы десятки тысяч людей нанимали личную охрану, потому что это было необходимо, а еще и модно. Это были амбиции, говорит депутат Госдумы, член Комитета по безопасности, в прошлом сотрудник органов государственной охраны России Андрей Луговой. У олигархических структур были мощнейшие службы безопасности. Денег в эту сферу валилось невероятное количество. В службе безопасности телеканала ОРТ, которую я возглавлял в 96-м году, говорит Луговой, было около 70 человек. А зарплатный фонд составлял 10% бюджета всей компании. Охраняли Эрнста, Любимого, Доренко, Леонтьева, Березовского. Мы были участниками войн между НТВ, РНТВ, ТВ-6, плюс эти залоговые аукционы, Норильский Никель, Сибнефть, Ходорковский. Они же между собой грызлись, как собаки. Сейчас, по мнению Лугового, в охране становится больше обычных людей, многие из которых даже армейскую подготовку не прошли. Государство стало неплохо платить милиционерам и военным. Лейтенант сейчас 52 тысячи получает, в полиции по 32. По сравнению с 90-ми получается наоборот. Сейчас в охранники идут те, кто в органы не попал. Государство и само оказывает охранные услуги на рынке. Частная охранная деятельность является конкурентом ведомственных структур МВД. Поэтому у нас непростые отношения с министерством, объясняет глава профсоюза, негосударственная служба безопасности Дмитрий Галочкин. Есть такой дуализм. С одной стороны, МВД занимается и лицензированием, выдачей разрешений и контролем за охранной деятельностью. А с другой является нашим конкурентом в сфере охранной деятельности. Поэтому наше сообщество выступает за то, чтобы с закона о полиции был убран пункт об оказании услуг в сфере безопасности на платной основе. Ведомственная охрана при спецстрое, Росатоме и прочих структурах тоже вызывает у владельцев ЧОПов много вопросов. И если объем рынка негосударственной безопасности эксперты оценивают с большим разбросом от полутора до трех миллиардов долларов, то сколько тратится на содержание охраны при 15 государственных ведомствах и сколько на ней зарабатывают, это подсчитать еще сложнее. На более чем 700 охраняемых ведомственной охраной Минтранса объектов, от портов до автостоянок, работают около 15 тысяч человек. Управление ведомственной охраной Минтранса России, коммерческая организация и из федерального бюджета не финансируются, отметил генеральный директор этой организации Игорь Шерстников. Бюджет предприятия зависит исключительно от договоров на оказание услуг заключенных заказчиками, среди которых немало частных компаний. Работа с ними ведется в строгом соответствии с законом. Налоговая нагрузка предприятия составляет почти 46% от величины дохода. Это и не полиция, и не частные службы охраны, это некие подразделения, которым представляется мощное боевое оружие, которое обычные охранники в глаза не видели. Естественно, в условиях рынка они имеют преимущество. Сразу ассоциируются с государством, у них больше денег и серьезная организация. Меньше половины из охраняемых ведомственной охраны объектов являются государственной собственностью. Это значит, что они работают на договорной основе, а это создает условия для коммерциализации федеральных органов исполнительных власти. Происходит переориентация прибыли, коррумпируются чиновники. В МВД подсчитали, что количество охраняемых объектов в России за последние три года увеличилось в полтора раза, превысив 700 тысяч. Передача охраны, введение новой национальной гвардии – это попытка решить наболевший вопрос. Посмотрим, как новое ведомство справится с этой задачей. Это была Суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok